Потом еще один контакт был очень страшный уже у меня дома. Ночью сплю и слышу такой голос. Говорит, у нас сегодня был бой, очень далеко отсюда мы находимся. Один корабль империи ТОНО прорвался на землю и говорит, что они летят убить тебя. Говорит, давай вставай, у тебя мастерская имеет жестяную крышу, они через их плат тебя чувствуют, где ты находишься, может навести свою аппаратуру и тебя найти точно. Так ты иди туда, под этой крышей, там есть крыша жестяная и этот имплант не сможет тебя, далека тебя будет видеть, что ты находишься, но близко подлетит, эта крыша будет экранировать и они точно место не определят твою. А в то время мы подлетим, в то время успеем подлететь до тебя. Ну я тогда услышал такие вещи, мне немножко страшно стало. Ну на улице 21 или 22 градуса мороза, как-то идти, неотапливаемая эту мастерскую там, я где самолеты делаю. Ну думаю, надо одеваться. А правда я еще заснул сначала, как-то послушал, послушал, ну опять заснул. Они говорят, ты больше не спи, осталось мало времени, иди, выполняй, а то утро и живи, не дождешься. Встал, одеваешься, жена проснулась, говорит, куда ты собираешься? Вот, говорю, что я ей буду сказать, что там голоса услышал, что надо идти прятаться, чтобы меня не убили. Говорю, знаешь, дорогая, я, наверное, забыл выключить аккумулятор, надо идти выключить аккумулятор с подзарядки автомобиля. Ну и она заснула, думаю, зачем ей знать, что у нас творится в галактических войнах. Я-то участвую в этой войне, она не участвует, пускай и не знает ничего. Я ушел в эту мастерскую, и там сижу, холодно стало, я слишком так слабо делся, такую кожаную куртку дел, и сижу там. И думаю, ну и дурак. Какой-то голос послышался, пошел, сижу, если узнал, кто-нибудь засмеяли меня. Ну и слышу такой звук. Шик, 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 шик. И приближается он. Он приближается, где мой дом есть. Вокруг моего дома облетел так диаметром примерно 300 метров, если из центра взять. Один круг сделал, смотрю, второй круг делает. Он дальше отлетит, он чувствует, где я нахожусь. Поближе подлетает. Он не находит места этого, где я точно нахожусь. Третий круг сделал. Я сижу уже, сам представляешь, как, в такой момент сидеть. Как мышка под метлой. И стал удаляться этот пшик, 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 пшик. И дальше они улетели в ту сторону. Оттуда прилетели, а в ту сторону залетели. Они как только удалились, примерно через секунд, каких-нибудь 15-20, опять мне в голове голос. Все, можешь выйти из мастерской. Опасность миновала. Я выхожу из этой мастерской и слышу свист какой-то. И вижу, что на меня пикируют 4 объекта. Такие полумесяца вот такого формы. Но они в строю четком таком стоят, как привязаны друг к другу, и идут вниз. Я уже испугался, думаю, что эти развернулись и хотят меня прикончить уже. Но эти подлетели, и потом резко вверх, и прямо курсом по этим, которые улетели куда, по ним. И через примерно так 8-10 секунд услышался такой гром только. Ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба, и все утихло. Я еще до дома не успел с этим мастерской дойти. Думаю, все, уже конец этим. Больше уже меня они не будут убивать лететь сюда. После этого еще были, но такие незначительные уже были. Еще в Испании было. Был мне с ним такой контакт. Я у моря пошел, там такое. потом еще был... Я приехал в эту Тяня-Няй деревню. Я не знаю, какую ценность они знают точно, но я думаю просто такое, что меня похитил Торн. Этот русский, который мне помог оттуда сбежать, из этого Торна, из этой планеты, он угробил их корабль. Ну так по моей вине угробил. Я от них сбежал. Они, может, считают меня как... Притом две стороны. Одна сторона Торна, цивилизация, которая мощная, и другая Галактический Союз. Меня эти пилигримы передали Галактическому Союзу. Галактический Союз объявил Землю этим заповедникам и запрещает прилететь другим кораблям. Они сказали, пока из этих атлантов, которые тут жили раньше будет хоть один миллион, их теперь около 11-12 миллионов есть на Земле. Говорит, эту Землю Торна не имеет права забрать, как свою военную добычу. Они когда-то, как поразили атлантов этой войне, так они хотят эту планету заиметь, ее колонизовать, по-своему с ней распоряжаться. А этот Галактический Союз не дает. И такое противоборство. Теперь эти меня охраняют, а эти думают, ну мы все равно тебя как-нибудь укокошим. Так что мне жить тоже не очень так весело. до 19-го года никак не мог вспомнить, из какого места меня похитили. Я знал, куда меня вернули этот ботанический Союз. А откуда меня похитили, не было в тумане все. А когда этот Уфолок Линас, Королюнас, мне прислал Гогля Мапс все леса около горлявы, которые есть, я стал и Ната Альшенгери наткнулся, и мне клюнули все воспоминания сразу. Сразу вспомнил даже то, что он мне говорил, как он меня уговаривал туда ехать. Вот это все вспомнил из-за этого. Мне, если попадается какая-нибудь такая вещь, которая может ассоциироваться с этим событием, у меня этот островок памяти возвращается. Мы, знаете, хотели это сделать. В Ветве есть какие-то регрессологи, но наши ребята, которые уфологи есть, они решили, откуда они знают, что так можно получить ложные воспоминания. Говорит, лучше пускай хоть и долго, но пускай приходит это воспоминание натуральным путем. Ну, я бы хотел точно, но и хочу и боюсь, знаете, все-таки надо подумать. Я бы ничего против не имею против этого, если это только точно будет все хорошо и получится вспомнить. Понимаете, какое дело? Роботы везде есть, но эти роботы то ломаются, выходят из строя. Новые делать и привозить эту по третью планету дорого стоит. А на Земле есть люди, электронщики, только надо их найти. Вот такой звездный разведчик, как этот Карло, перейдет этот электронный предприятие, где это делает, поговорит с человеком, что его интересует, какое его гоби, а если он скажет, что моя гоби электроника и кибернетика и так дальше, он скажет, может, хочешь участвовать в эксперименте. Понимаете? На П-3, где я был в этом заводе, где эти все работают, эти люди лопатами не копают, эти кристаллы. Они специалисты. Им эти такие разнорабочие, которые только лопаты работают, им такие не нужны. Это все делают роботы. Но надо тех людей, которые могут этих роботов на месте, чтобы не надо их переправлять в цивилизацию за 40-50 световых лет, чтобы могли на месте оперативно починить, сделать, может быть, микросхему поменять, или что-нибудь такое, или наладить какое-то отдельное. На Луне были только военные. Там простых людей не было. И там были только инопланетяне. Я один там. Я думаю, что нет, правительство точно нет. Они сказали так, мы сначала сделаем давление. Так это был спид. Но этот спид с ним точно не получился, так, как они хотели. Это второй раунд, наверное, этот корона есть. И корона может быть, а может быть, и даже война эта корона. Так как они своих войск послать, чтобы на планету Земля напали, так как их остановят войска Галактического Союза, которые охраняют это пространство Земли, так им очень удобно воевать по-другому. Они посылают бутылочку вируса, может его разбрызгать где-нибудь над каким-нибудь базаром, где много людей, и они эту корону разнесут по всему миру. Не будьте дураки. Прячьтесь от этого контакта и не ищите приключения на свою задницу. Я не ищу этого контакта, я избегаю его. Всегда перед этим контактом меня охватывает такой страх, когда он начинается. Я переживаю ужас, и только тогда уже выходят они на меня. Перед любым. Вот только тогда ночью, когда спал, я этого не чувствовал. А днем, если начинается контакт, сначала приходят волна ужаса, и только тогда уже начинается контакт с ними. Я вообще-то не желаю никаких там контактов, если эти охраняют, может, они и теперь сидят где-то над моей избой в высоте каких-нибудь 20-30 километров и несет свою службу. Они люди военные, они несут службу, как им полагается. контакт, это значит опять опасность. Если они пришли в другой корабль, чтобы меня убивать, эти будут его избивать, а может, я попаду в свет тетла. Так это дистанционное управление был такой курс истории, курс галактики, история галактики была. Сначала все, там, 100-200 миллионов лет назад все эти цивилизации были анархические. Но были очень мощные, как атланты, которые завоевали более мелких, их угнетали, заставляли платить дань, брали их корабли, должны были участвовать в их организуемых войнах, высылать военных. Ну, короче, был беспредел. Потом эти более мелкие цивилизации начали соединяться. 10, 20, 30, 50, миллион, 100 миллионов цивилизаций, миллиард почти. А когда уже миллиард цивилизаций соединили все свои ресурсы, все свои военные, они стали уже мощной силой. И это назывался галактический союз. Атланты уже тогда поняли, что им, их беспределам пришел конец. Но они владели огромным количеством колоний, огромным количеством цивилизаций были порабощены их владением. Это Торно, тоже были ихния вассалы, ихния были. И прунцы тоже были рабы. И эти рабы стали против них выступать стали все. Они поняли, что им самим надо вступить в этот галактический союз. Подали заявление они, но это их заявление должно было рассматриваться и ратифицироваться во всем миллиарде этих цивилизаций. Это долгое время прошло. В это время прунцы и эти Торняне напали. Основная база земля наша планета была. Эти Атланты разбили их войска. Небесные эти эскадрильи разбили по кусочкам. А эти Торняне сделали такую хитрость. Часть сами погибая, часть войск отправили планете Фаэтон. Такая была Фаэтон. Фаэтона термогильным оружием уничтожили. Это наша солнечная система перестала быть стабильной, потеряла стабильность. И Венера, Меркурий, Луна, такие были мелкие планеты полетели на сторону Земли, чтобы столкнуться с ними. Они рассчитали, что они при своей дороге, так как их стало больше притягивать Солнце, по дороге изменят орбиту и врежутся в Землю и ее полностью уничтожат. Так Венера и Меркурий не попал, а Луна уже была точно попала бы. Но этих атлантов длилось не один год и не два года, пока эти долетели все планеты. длилось определенное время. Эти атланты успели вернуться и сумели ускорить продвижение Луны, так как она не врезала Землю, а поменяла орбиту еще больше и только небольшим куском задела Землю, краем задела. Но все равно этого хватило, чтобы Земля даже стала крутиться в другую сторону. Эти океаны вышли с берегов и хлынули огромными цинами и полностью похоронили всю Атлантиду под водой этим ударом. Марс, который тоже выступал в стороне Земли, его всего разбомбили ядерным оружием после этого. И у них была уже полностью победа и надо было эту Землю прибрать к своим рукам, сделать свои колонии там, заселять своими людьми, так как большинство атлантов погибло, те, которые богатые имели свои корабли, свой флот имели, и они отлетали в колонии, которые их были. Но эти колонии тоже, как вы видели, что этой основной их нет уже Атлантиды, их тоже послали подальше, и они должны были удовлетвориться, что им позволяет только там жить. А эти, которые были беднота, 90% ее погибло. Осталось около, теперь, данный момент, мне не сказали, что этих Атлантов есть около 11 или 12 миллионов в земле. и эти Тарняни имеют какое-то влияние, организуют войны, чтобы этих войн наконец-то уничтожить всех этих оставшихся Атлантов, чтобы в войне они как-то погибли. И когда их будет меньше одного миллиона, Галактический Союз передаст нашу планету их распоряжение. Ого.